Задача номер один. Существуют ли ортогональные кососимметричные матрицы размера 2019 на 2019, а размеры 2018 на 2018? То есть речь идет о квадратных матрицах, которые обладают двумя свойствами. Ортогональные и кососимметричные. Матрица называется ортогональной, если А умножить на А транспонированный дает единичную матрицу. Давайте сразу найдем, чему может равен определитель такой матрицы. Определитель левой части равен определителю правой части. Здесь у нас с вами произведение двух определителей слева, а справа просто единичка, поскольку определитель единичной матрицы это единица. Но определитель матрицы А и определитель транспонирования матрицы это одно и то же число. Поэтому получаем, что здесь у нас определитель матрицы А в квадрате равен единице. Но отсюда этот определитель равен плюс или минус единице. Разобрались. Теперь кососимметричная матрица. Это значит, что матрица Арна минус матрица А транспонирования. Но давайте посмотрим, чему равен определитель такой матрицы. Что у нас здесь есть? Фактически мы знак минус в каждой строчке получаем. Тогда давайте посмотрим. Если мы транспонировали, да еще поставили знак минус, и вот этот знак минус хотим вынести, а размер матрицы у нас, скажем, n на n, то есть она квадратная, то мы, получается, выносим из каждой из н строк минус единичку. Получаем минус единичка в степени n умножить на определитель матрицы А с индексом Т, то есть транспонируем. Но это определитель матрицы А исходы. Получаем минус 1 в степени n умножить на определитель матрицы А. Тогда смотрим еще раз внимательно на это равенство. Здесь у нас с вами написано, Равенство матрицы, а значит и равенство их определителей Равен минус единица в степени n умножить на определитель матрица И теперь давайте смотреть, возможно, два варианта Вариант первый, n нечетная Тогда что мы получаем? Минус единица в степени n, это будет минус единица И мы получаем, что определитель матрицы А равен минус определитель матрицы А Это возможно только в одном случае, если определитель равен нулю То есть матрица А у нас с вами выраженная Но поскольку мы выяснили, что наша матрица А ортогональная Должна иметь плюс или мин с единицей То, конечно же, такой случай нас уже не устраивает А значит, отсюда сразу сделан вывод Матрица размером 2019 на 2019 Обладающая двумя свойствами, что она ортогональная и косо-симметричная Не существует Второй вариант Когда у нас с вами n четный Если n четная, то это равенство нам дает следующее Слева определить матрица А Справа минус единица в четной степени просто единица Тоже получаем определить матрица А То есть, в принципе, либо 1 равно 1, либо минус 1 равно минус 1 То есть, возможно, такая матрица есть Если она есть, то ее нужно просто явно предъявить Давайте начнем с матрицы порядка 2 Ее как раз легко придумать Нули на главной диагонали Единичка минус единичка вне главной диагонали А определить такой матрицы равен единице И, соответственно, она является косо-симметричной А вот мы с вами единицу минус единицу Поменяем местами Транспонировали и получили как раз то, что нужно Исходную матрицу Так, ну теперь попробуем эту клеточку размножить Так, чтобы получить матрицу размера 2018 на 2018 Что нам нужно для этого сделать? Нам нужно сохранить нули на диагонали Нам нужно поставить на побочной диагонали Единички И, соответственно, под главной диагонали Минус единички И все остальное будет у нас с вами нулями Тогда определить этой матрицы Либо плюс 1, либо минус 1 Да, поскольку у нас у нас единственное произведение Не нулевое Это произведение всех чисел, стоящих на побочной диагонали Но оно легко считается, поскольку размер матрицы здесь у нас у меня 2018 на 2018 То у нас единица половина от этого числа Минус единицы тоже половина Поэтому определить можно посчитать Давайте я А с индексом 2018 Посчитаем Единица степени 1009 Умножить на минус единица степени 1009 И это произведение мы берем со знаком минус Соответственно, еще минус Минус 1, 1 и здесь минус 1 Получаем 1 Все, замечательно Значит, это свойство выполнено Матрица кососимметричная Все, значит, мы отвечаем на вопрос Здесь 2018 на 2018 Такая матрица есть И вот она явно предъявляется Задача 2 На отрезке 0,1 в точках X и Y Независимо выбранных из равномерного распределения Находятся два детектора элементарных частиц Детектор засекает частицу Если она пролетает на расстоянии не более 1,3 от него Известно, что поля восприятия детекторов покрывают весь отрезок С какой вероятностью Y больше, чем 5,6? Давайте разбираться Итак, у нас с вами есть отрезок от 0 до 1 И где-то расположены два детектора Ну, пускай, например, будет здесь X, а здесь Y Тогда что получается? Два отрезка у нас с вами появляются Первый отрезок – это отрезок с концами X минус 1,3 и X плюс 1,3 Это поле восприятия первого детектора И второй отрезок с концами Y минус 1,3 и Y плюс 1,3 Это поле восприятия второго детектора И вот эти два отрезка полностью накрывают отрезок от 0 до 1 Это означает, что если мы их объединим То наш отрезок от 0 до 1 будет содержаться в этом множестве Что это означает? Вот если смотреть на эту картинку, когда X левее Y Это значит, что первый отрезок обязательно накрыл точку 0 Второй отрезок обязательно накрыл точку 1 И они имеют непустые пересечения То есть, либо их концы совпадают, либо они перекрываются То есть, правый конец первого отрезка лежит правее левого конца второго отрезка Давайте картинку, соответственно, еще покажем То есть, если у нас именно так, то, например, вот такой у нас Первый отрезок И вот такой, скажем Скажем, вот такой Второй отрезочек Вот они весь отрезок накрыли Но давайте рассмотреть случаи Случай первый, когда X левее Y Случай второй, когда Y левее X И случай, когда X и Y совпадают Ну, давайте, скажем, приклеим к первому То есть, первый случай каков? У нас с вами X не больше Y При этом, соответственно, левый конец или совпадает с 0 Или левее 0 расположен, то есть, наш отрезок накрывает 0 Это значит, что X минус 1 треть меньше либра 0 Соответственно, правый отрезок, правый конец вот этого отрезка накрывает точку 1 То есть, Y плюс 1 треть больше либра 1 И, как мы уже отметили, правый конец первого отрезка лежит правее или совпадает с левым концом второго отрезка То есть, X минус 1 треть Больше либра 1 Y минус 1 треть Все, вот все условия, которые нам нужны Тогда отсюда надо получить более простые Получаем, что X меньше либра 1 Y X не превосходит 1 треть Дальше, Y больше либра 2 треть И здесь, давайте здесь Y выразим Y получается меньше либо равен, чем X Так, Y А, здесь X плюс Y будет меньше либо равен X плюс 2 треть То есть, мы Давайте картинку покажем соответствующую Находимся внутри квадрата единичного И давайте этот квадрат поделим на его сторону на 3 части Это точки 1 треть и 2 треть 1 треть и 2 треть Где мы находимся? Мы находимся внутри Плассы X от 0 до 1 треть И Y от 2 треть до, соответственно, единички Давайте покажем Где мы находимся? Так, мы находимся, получается, вот в этом квадратике И при этом еще выполняется вот это условие Это граница Это граница, чтобы ее найти Нужно приравнять Левую и правую часть То есть, мы получили уравнение прямое Соответственно, внутри квадрата останется отрядчик X берем равное 0, получаем Y на 2 треть X равное 1 треть, получаем Y равеннички Вот эта граница А теперь Y должен быть меньше Левая это выражение Значит, мы находимся под этой прямой И, соответственно, внутри квадрата Получаем вот такой треугольчик Второй случай Когда X и Y меняются местами Здесь Из отображения симметрии Можно все условия Поменять буквы X и Y местами А можно сказать Так, теперь вот этот отрезок накрывает 0 Значит, Y минус 1 треть Или совпадает с 0 Или лежит левее Вот этот отрезок накрывает точку 1 Значит, X плюс 1 треть Будет больше броней пучки И теперь Поскольку отрезки меняются местами Этот становится левым, а этот правым А значит, правый конец второго отрезка То есть, Y плюс 1 треть Должен быть больше броней Левого конца вот этого отрезка X минус 1 треть Соответственно, получили, что Y меньше X Y меньше либо равен 1 третий X больше либо равен 2 третьих И Y больше либо равен X минус 2 третьих Где мы находимся? Y меньше либо равен 1 третий X больше либо равен 2 третьих Значит, мы находимся вот в этом маленьком квадратике Граница Вот она, граница прямая X минус 2 третьих Если X равен 2 третьим То Y равен 0 Если X равен 1 То Y равен 1 треть Значит, вот она граница Теперь Y больше либо равен Значит, мы находимся над этой прямой Значит, вот еще один треугольничек Который нас устраивает Теперь вспоминаем, что нам нужно Нам нужна эти вероятность Того, что Y больше, чем 5 шестых Находим 5 шестых Вот 5 шестых И, соответственно, проводим Прямую Мы хотим взять все, что выше Все, что выше, это вот этот маленький треугольчик Давайте его назовем С0 То есть С0 Что это за треугольчик? Х у нас получается От 1 шестой до 1 трети А у от 5 шестых До 1 Я здесь беру отрезки То есть я границу треугольника включаю Чтобы показать, вот у меня фигурка появилась Но, конечно, здесь не все значения принимаются А имеется в виду, что вот Мы попали вот в это множество Хорошо Теперь у нас еще появляется два больших треугольника Это С1 и, соответственно, С2 И мы хотим найти вероятность Такого множества Что это такое есть? Это же есть просто отношение площадей То есть С0 К сумме С1 и С2 Но С0 это у нас получается площадь Прямоугольного треугольника катета Которая равна по 1 шестой Значит, 1 вторая умножить на 1 шестой Умножить на 1 шестую А, соответственно, на знаменателе Площадь двух одинаковых треугольников Поэтому можно сразу двойку написать Катета здесь по 1 трети И поэтому 1 вторая умножить на 1 треть И умножить на 1 треть Считаем В числителе 1,72 Занателе двойки сократились Осталось 1 девято 72 делено 9 Получаем 8 Значит, ответ Наша вероятность равна 1 восьмой Задача номер 3 Определить количество решений данного уравнения На отрезке от 0 до 3 Первое, что здесь нам плачется сделать Это ввести две функции Первая функция подинтегральная Обозначим g от t Это косинус от t квадрат на 3 И функция, соответственно, f от x Это интеграл от x до x плюс 1 вторая g от t до t Тогда наше уравнение превращается в очень простое f от x равно 0 И здесь нам нужно изучить Свойства функции g и функции f Функция g – это функция непрерывная А значит, функция f тоже будет непрерывной Теперь давайте попробуем нарисовать график функции g от t Для этого что мы с вами можем взять? Ну, легко считать g от 0 g от 0 – это просто косинус 0 Это просто единичка А дальше небольшие трудности И эти трудности связаны с тем, что у нас аргумент Не очень хороший, это квадрат на 3 Но зато мы с вами знаем, как себя ведет функция косинус И тогда нам нужно найти просто те точки, в которых косинус принят хорошее значение А именно точки вида 0, π на 2, π, 3π на 2 и так далее Но в точке 0 мы уже все посчитали Теперь, соответственно, хотим найти t, при котором t квадрат на 3 равно π пополам Соответственно, в этой точке наша функция g будет равна 0 Тогда отсюда получаем, что t квадрат равно 3π на 2 А значит, t равно корень из 3π на 2 И теперь вопрос, чему это значение примерно равно Возьмем π равным 3 Нам, в принципе, этого достаточно для грубой оценки То есть здесь получается корень из 9 вторых примерно корень из 4,5 На самом деле даже чуть больше Это самое главное, что это больше 2 Больше 2, но пока еще явно меньше, чем 3,5 Почему 3,5? Потому что мы функцию g интегрируем от х до х плюс 1 1 вторая Их самое большое значение принимает равное 3 Значит, здесь в качестве аргумента самое большое мы берем 3,5 Так, тогда нужно исследовать дальше Ищем значение t, при котором t квадрат на 3 равно π А отсюда получаем, что t квадрат это 3π Соответственно, t это корень из 3π π примерно 3 Значит, здесь получаем примерно корень из 9 Примерно корень из 9, то есть 3 На самом деле даже чуть больше 3, но явно меньше, чем 3,5 Поэтому нужно еще одну точку посмотреть А именно ту точку, где t квадрат на 3 равен 3π на 2 Это следующая хорошая точка функции косинус Тогда отсюда получаем, что t квадрат это 9π пополам Соответственно, t это корень из 9π на 2 Я даже корень из этой девятки извлекать не буду Мне важно, что здесь примерно 27 вторых То есть примерно корень из 13,5 А это уж точно больше, чем 3,5 Почему это так? Ну давайте посмотрим 3,5 в квадрате это сколько? 3,5 в квадрате Это 7 вторых В квадрате Это 49 четвертых 49 делим на 4 получаем 12,1 А это точно меньше, чем 13,5 А 13,5 в свою очередь меньше, чем 9π на 2 Все, значит дальше уже нас ничего не интересует И давайте рисовать график функции g Так, это g от t А это, соответственно, просто t Что нас интересует? Косинус меняется от минус 1 до 1 Поэтому у нас на вертикальной оси, в принципе Вот такой небольшой промежуток интересует На горизонтале нас интересуют точки 0 и потом вот эти Корень из 3π на 2, корень из 3π и корень из 9π на 2 Ну давайте их симметично покажем Не так принципиально где они расположены Нам важно поведение функции g увидеть Так, 9 и на Так, и что мы с вами видим? В точке 0 функция равна 0 В следующей точке, это уже получается Мы получаем аргумент, равный π на 2 Значит, косинус равен 0 Дальше, если у нас t это корень из 3π То t квадрат, соответственно, 3π А t квадрат делю на 3, это π Значит, здесь у нас косинус равен минус 1 И дальше, соответственно, снова получаем То есть схематично функция ведет себя вот таким образом Где у нас с вами точка 3 с половиной расположена? Она левее, чем вот эта последняя точка Ну, пускай будет вот здесь Опять же, нам важно увидеть схематичность И теперь мы понимаем, что функция g от t Больше 0 на промежутке от 0 до Корни из 3π на 2 И, соответственно, g от t Меньше 0 на промежутке от Так, здесь уже полгода, сколько Корень из 3π на 2 до И нас интересует только до 3,5 До 3,5 Это означает следующее Что мы, если посчитаем значение функции f в точке 0 f от 0 Это будет явно величина положительная Почему положительная? Потому что мы считаем до 1 и 2 Но 1 вторая у нас где-то здесь Поскольку вот это число мы выяснили Оно явно больше 2 А вот в точке 3 В точке 3 Значение нашей функции точно отрицательное Почему отрицательное? Да потому что мы попадаем вот на этот промежутчик Небольшой Который у нас с вами Вот он Целиком функция g здесь принимает отрицательное значение Но интеграл от отрицательной функции Также принимает отрицательное значение Все, осталось сказать, что функция f у нас непрерывная f от x непрерывная Причем в начале То есть в левом конце отрезка принимает значение положительное В правом конце принимает значение отрицательное И в начале функция g у нас начинает убывать Значит и функция f вместе с ней тоже начинает убывать Дальше, конечно, в какой-то момент функция f начнет расти То есть функция g начнет расти И где-то функция f начнет принимать положительное значение Где нас уже не интересует Важно, что на отрезке от 0 до 3 У нас с вами будет всего лишь один корень Задача 4. Дан массив А, состоящий из N элементов, каждый из которых это цифра от 0 до 9. Предложите алгоритм, находящий самое большое натуральное число, делящееся на 3, которое можно составить из элементов А, ограничение по времени O от N, по дополнительной памяти O от 1. Итак, давайте смотреть. У нас с вами есть массив А из N элементов, это цифра. И первое, что мы с вами должны сделать, вспомнить признак делимости на 3. Число делится на 3, тогда и только тогда, когда сумма его цифр кратно 3. И давайте простой пример. Посмотрим. Числа 12 и 21. У них сумма цифр одинаковая, равна 3. Значит, каждая из них делится на 3. Какой из них выгоден для нас? Ну, конечно, вот это, 21. Отсюда сразу наблюдение. Выгодно располагать цифры таким образом, чтобы сначала шли большие, а потом все меньше, меньше, меньше. Значит, идеальная картинка такая. Девятки, потом восьмерки и так далее. И в самом конце одни нули. Есть, конечно, такие цифры у нас с вами есть. И теперь первое, что мы можем сделать, узнать, а сколько каких цифр у нас с вами есть. Соответственно, завозим 10 переменных. И переменная А с индексом. И это просто количество цифр. И в массиве. В каком порядке эти цифры расположены? Безразлично. Важно, сколько этих цифр. Потом мы все равно их поменяем в том порядке, в котором нам нужно. Дальше. А дальше находим просто сумму. Переменная С. Это А нулевое плюс А первое плюс и так далее плюс А девятое. И следующая переменная. Это, скажем, Р. Это есть число С, деленное на 3 по модулю 3. Мы считаем остаток. Да? То есть здесь возможны три варианта ровно для переменной Р. 0, 1 или 2. И самый простой случай, как раз когда Р равно 0. Что это означает? Это означает, что С поделилось на 3. А значит, сумма всех наших цифр кратна 3. Значит, сразу получаем готовый ответ. Здесь сразу готовый ответ. Как раз он в таком виде. Все девятки, все восьмерки и так далее. Все нули. Сколько девяток? Ровно А девятый раз. Сколько восьмерок? Ровно А восьмой раз. И так далее. Сколько нулей? Ровно А нулевый раз. Всего этого случая очень простой. Легко разобрались. Второй случай посложнее. Это когда Р равно нички. Это значит, что какие-то цифры нужно выкидывать. И здесь возможны варианты такие. Возможно, нам придется выкинуть одну цифру. Возможно, две. Но выкидывать одну цифру явно предпочтительнее, чем две. Даже если у нас с вами, скажем, есть три маленькие цифры, то примерно число 111 явно больше, чем число 99. Здесь девятки большие, но число это двузначное, а это трехзначное. Поэтому первое, что нам нужно сделать, проверить. Переменная А1 равна нулю или нет? Вот вопрос. Если не равна, то мы вот эту единичку одну выкидываем. Если же равна, перейдем к переменной А4. То есть, почему именно А4? Да потому что мы смотрим на те цифры, которые определение на 3 дает остаток 1. А эта цифра 1, 4 и 7. Соответственно, если А1 не равна нулю, единичку выкидываем. Равна нулю, придется смотреть дальше переменную А4. Равна нулю или нет? Только в том случае, если А1 равна нулю. Соответственно, мы теперь посмотрим, рассмотреть в случае А7 равно нулю или нет, если еще и А4 равно нулю. А вот если окажется так, что А1 равно А4 равно А7 равно нулю, то это для нас проблема. Мы не нашли цифру, которую можно выкинуть. Если нашли, все прекрасно. Ее и выкинули, и записали число вот в таком виде. Тогда нам нужно смотреть на переменные, которые дают 2 определения на 3. Это А2, А5 и А8. И здесь важно понять нам вот что. Вот здесь уже две цифры мы должны найти. Почему их должны найти? Да потому что остаток отделения суммы всех цифр на 3 дал нам единицу. Вот таких цифр, которые сами определения на 3 дают остаток 1, мы не нашли. Значит, здесь должны быть, например, 2 плюс 2 или 5 плюс 8. Те, которые дадут остаток 1. Тогда важно увидеть что. Мы теперь будем смотреть. Переменная А2 равна двойке или больше? То есть, если равна или больше, да, мы вот эти две двойки и выкинем. Если же меньше 2, то проблема. Не нашли мы две двойки. Значит, придется пятерку либо восьмерку выкидывать. Теперь давайте поймем, в какой последовательности выгодно нам выкидывать цифры. Конечно, сначала выгодно выкинуть две двойки, если таковые есть. Если нет, тогда надо брать двойку и пятерку. Если таких нет, тогда надо брать пятерку и пятерку. Если и таких нет, тогда надо брать двойку и восьмерку. Почему двойка и восьмерка менее выгодны, чем две пятерки? Да, потому что восьмерка идет раньше пятерки. Поэтому здесь еще будут семерки и шестерки. Да, если мы эту восьмерку выкинем, то получается, что в разряде более старшем будет семерка стоять. А если мы выкинем две пятерки, то восьмерка сохранится, а двойка где-то в маленьком разряде. Потом у нас идет пятерка и восьмерка и последний вариант 8-8. То есть здесь мы ищем две цифры, которые надо выкинуть. И мы их обязательно найдем. Да, в силу того, что у нас с вами вот эта единичка. Конечно, может оказываться так, что у нас было, например, всего там две двойки во всем нашем массе. И тогда мы эти две двойки выкинули, нам число составлять не из чего. Да, то есть получили ответ пустой. Ну, что бывает. Так, и третий случай, третий случай похож на второй, когда я ровну двум. Идея та же самая, что и во втором случае, только теперь мы проверяем сначала переменные. А2, А5 и А8. Если А2 не ровнули, двойку выкинули. Если ровнули, смотрим пятерки. Если пятерка хотя бы одна есть, вот ее выкинули. Если нету, тогда смотрим восьмерке. Если есть, выкинули. Если нет, то есть если все они ровнули, то переходим к точно такому случаю. Только тогда уже будем рассматривать набор переменных А1, А4 и А7. И здесь нам нужно будет найти две цифры и их выкинуть. Все, тем самым алгоритм построен. Давайте посмотрим, сколько действий мы сделали. Мы прошли по массиву ровно один раз, чтобы узнать, сколько у нас с вами цифр. Это у нас с вами явно n операций. Дальше посчитали здесь, посчитали здесь. И здесь просто проверили максимум шесть переменных. Просто посмотрели, чему они равны. И здесь тоже максимум шесть переменных. Посмотрели, чему они равны. Все, и дальше просто явно выписали число. Задача номер пять. Случайная величина х равна длине цикла, содержащего одновременно элементы 1 и 2, при случайной переосновке множества натуральных чисел от 1 до n. Если такого цикла нет, то х равен 0. Найдите распределение случайной величины х и ее математическое ожидание. Итак, мы хотим найти распределение. Соответственно, х какие может значения принимать и какова вероятность будет 0, 1, 2 и так далее. Здесь я поставлю n и n плюс 1. Сразу заметим, что поскольку у нас всего чисел n, то перестановок длины больше, чем n у нас с вами не существует. А раз так, значит здесь у нас с вами 0, n плюс 2 это 0 и так далее. Также заметим сразу, что вероятность от того, что х равен 1, тоже равен 0. Потому что мы хотим, чтобы в цикле были две цифры, 1 и 2. Но вот цикл длины 1 это ровно одна цифра, значит здесь тоже 0. Ровно 0, так как в цикле всего одна цифра. А вот дальше, дальше уже имеет смысл поговорить о натуральных числах. Вот p от х равен 0 будет тяжеловато найти, поэтому оставим его на последний момент. p от 2, к чему равно? Это мы с вами должны поделить количество благоприятных перестановок на общее количество перестановок. А сколько всего у нас с вами перестановок? Если у нас с вами n чисел, то всего перестановок ровно n фритериал штук. Значит, знаменательно определили. А теперь в числителе хотим найти. А сколько всего у нас с вами перестановок есть для двух цифр? Ровно одна. Были цифры 1 и 2, стали цифры 2 и 1. А значит числитель у нас с вами единичка, а знаете ли, n фритериал. Но не совсем так. Почему? Да потому что оставшиеся числа от 3 до n мы можем переставить, сколькими способами, ровно n-2 факториал. Поэтому мы еще умножаем на n-2 факториал. Вот теперь же ответ будет правильный. И тогда здесь, сокращая на n-2 факториал, мы получаем 1, где на n, n-1 основная 2. Хорошо, нашли эту вероятность. Теперь считаем вероятность того, что цикл длины 3. Так, ну сознательно здесь все понятно, надо искать чиселитель. Тогда давайте посмотрим на перестановки из трех чисел. Во что может перейти единичка? Может перейти в двойку, а может перейти в тройку. Давайте пока разберемся с этим. Если единичка перешла в двойку, то двойке ни в коем случае нельзя перехать в единичку, иначе мы получим цикл длины 2. Значит, двойка переходит в тройку. Соответственно, тройка может перейти только в единицу. Либо единица сразу перешла в тройку. Тогда во что должна перейти тройка? Только не в единицу, иначе цикл длины 2. и содержится на только единичку, значит, только в двойку. А двойка, соответственно, в единице. Сколько персонал? Две. Да? Но теперь что? Вместо тройки мы могли взять любое другое число. Сколько у нас с вами чисел осталось? n минус 2. Значит, вместо тройки n минус 2. А осталось чисел n минус 3. И вот их мы можем перестать сколькими способами? Ровно n минус 3 факториал способами. Это все числитель, знаете ли, соответственно, n факториал. Теперь, если мы вот эти две скобки перемножим, то получим n минус 2 факториал. То есть так же, как и вот здесь. Но сокращая на этот n минус 2 факториал, получаем в числителе 2, а в значитель, соответственно, n и n минус 1. Хорошо, с этой тоже разобрались. Теперь посмотрим, каково вероятность того, что цикл длины 4. Что здесь? Здесь берем для определенности цифры 1, 2, 3, 4 и посмотрим, сколько всего перестановок может быть. Давайте посмотрим. Во что может перейти единица? В двойку, в тройку, либо в четверку. Значит, у нас с вами получается в двойку. Единица может перейти в тройку, либо в четверку. Хорошо. Допустим, перешли в двойку. Двойка ни в коем случае не может перейти в единицу, иначе цикл длины 2, значит, либо в тройку, либо в четверку. Один вариант в тройку, и рядышком напишем вариант, что она перешла в четверку. Так, тогда здесь тройка во что переходит? Только не в единицу, иначе цикл длины 3, значит четверку, иначе четверка автоматически в единицу Здесь смотрим, четверка во что? Не может перейти в единицу, иначе цикл длины 3, значит только в тройку, а тройка соответственно в единицу Все, здесь ситуация аналогичная, тройка во что может перейти? Либо в двойку, либо в четверку Значит получается в двойку и в четверку Если в двойку, то двойка переходит не в единицу, а только в четверку Соответственно, четверка только в единицу Здесь четверка только в двойку может перейти, двойка, соответственно, в единицу Здесь аналогично четверка во что может перейти? Либо в двойку, либо в тройку Соответственно, получаем такие варианты Двойка тогда ни в коем случае не единица, а только в тройку Тройка, соответственно, в единицу Здесь тройка только в двойку, а двойка, соответственно, в единицу Сколько получилось всего? Перестановок 6 Теперь мы выбрали цифры 3 и 4 То есть мы выбрали две цифры, точнее два числа из n штук Точнее из n минус 2, да? Поскольку две первые это единички двойка, мы уже заняли А значит у нас с вами вариантов c из n минус 2 по 2 Вот мы взяли две эти цифры Сколько осталось чисел? n минус 4 И их мы можем переставить n минус 4 факториал с 8 И это все наш чиститель И соответственно наш заменитель без змей n факториал Ну давайте посчитаем p4, упростим Так, что у нас в числителе? 6 Дальше у нас идет n минус 2 факториал Мы делим на 2 факториал и на n минус 2 еще раз минус 2 n минус 4 факториал Умножаем на n минус 4 факториал И делим на n факториал Так, на n минус 4 факториал сразу сократили 6 и 2 сокращаем, получаем 3 И здесь у нас с вами n минус 2 факториал Делится на n факториал Соответственно на n минус 2 факториал сократили Осталось n на n минус 1 А теперь замечаем следующее Что мы с вами замечаем? Что если мы сравним p от 2, p от 3 и p от 4, то замечаем Числитель 1, 2, 3, значим один и тот же То есть можно сделать вывод, что p от k равняется чему? Числитель на 1 меньше, чем k А вот у нас с вами 1 вместо 2, 2 вместо 3 и 3 вместо 4 А в знаменателе, соответственно, n умножить на n минус 1 Это, конечно, желательно доказать по индукции Но мы с вами это наглядно увидели И здесь какие у нас с вами k? k у нас с вами принимает значение От единицы до n Если уже k будет больше n, то мы получаем точно 0 Если k равно единичке, то проблем нет Здесь числитель 0 И мы 0 делим на положительное число, получаем 0 А вот если k равно 0, то это предстоит посчитать отдельно Найдем теперь вероятность того, что x равен 0 Итак, мы считаем p от 0 Что это такое? Это просто единица минус сумма всех остальных вероятностей 1 минус сумма всех остальных вероятностей Давайте О, k от единички до бесконечности Соответственно, p от x равен k Но поскольку здесь у нас с вами много нулевых слогами То на самом деле эта сумма не бесконечная, а вполне даже конечная И это ровно до n Так, p от x равен k Получаем единичка минус сумма О, k от единички до n Дробей вида k минус 1 Развит на n и n минус 1 Вот это число n и n минус 1 Это фиксированная константа От k никак не зависит, значит, надо вынести за скобку Получаем следующее 1 минус единичка деленный на n n минус 1 А в скобках, соответственно, сумма О, k от единицы до n Числа k минус 1 Ну, это просто сумма целых чисел От 0 до n минус единички То есть это просто арифметическая прогрессия Чему равна сумма этой арифметической прогрессии? Это просто сумма первого и последнего При k равен единичке получаем 0 При k равен n получаем n минус 1 И, соответственно, делим пополам И умножаем их количество Их количество ровно n штук Тогда мы получаем следующее 1 минус в числителе n минус 1 И еще раз n В знаменателе n n минус 1 И вот это двойка На n и n минус 1 сократили Осталось 1 минус 1 вторая То есть 1 вторая Значит, вероятность от того, что x равен 0 равна 1 вторую И теперь нам осталось посчитать Математическое ожидание величины x Итак, mx Это есть сумма чего? Мы должны x умножать на вероятность от x Соответственно, какие пределы суммирования? Все слагаемые, начиная с n плюс 1 Просто дают 0 За счет того, что вероятность равна 0 Значит, разумно оставить k от 0 до n И, соответственно, здесь k будет умножаться на p от x равен k Сразу заметим, что Слагаемость от 1000 k равна 0 Равна 0, да? Поскольку мы 0 будем умножать на 1 вторую Хорошо Тогда это сумма k от 1 до n k умножить на вероятность Вероятность это что такое? k минус 1 делен на n n минус 1 Здесь, конечно, можно заметить, что при k равна 1 Мы тоже получаем нулевое слагаемое Но вот его оставим просто для красоты Тогда замечаем, что у нас фиксированная величина от k не зависит Можно вынести за знак суммы А под знаком суммы Что остается? k умножаем на k минус 1 Это k квадрат минус k И давайте эту сумму разобьем на 2 Отдельно посчитаем сумму натуральных чисел Отдельно сумму квадратов натуральных чисел 1 до n и от 1 до n Сразу легко выписываем сумму вторую Сумма чисел вида k От 1 до n Это просто арифметическая прогрессия Поэтому получаем первое плюс последнее Пополам умноженное количество Что касается вот этой суммы Если у вас под рукой есть справочник То сразу смотрим готовую формулу Если нет, то полезно уметь ее уводить Давайте посмотрим сначала на эту формулу Перепишем ее немножко в другом виде А именно в таком 1 2 n квадрат плюс 1 2 n И замечаем следующее Мы складывали с вами целые числа И в формуле получилось n квадрат То есть степень ничек повысилась Ну, грубо говоря, мы взяли чисел n штук И каждый из них примерно там по n пополам Да, вот мы получили примерно 1 2 n квадрат Это, конечно, слогами у малой при n очень большом И здесь должно получиться что-то похожее Ну, давайте напишем это что-то похожее Сумма k квадратов 1 до n в виде таком Соответственно, степень надо повысить на 1 a n куб плюс b n квадрат плюс cn и плюс d И найдем значение всех этих величин a, b, c, d Что для этого нужно сделать? Нужно сделать что? Нужно просто взять n равной 1, n равной 2, 3, 4 И эта сумма легко считается Соответственно, мы найдем значение вот этой суммы С неизвестными коэффициентами получим 4 уравнения 4 неизвестными И легко решим Итак, если n равной 1, то вся сумма просто равна 1, это 1 в квадрате То есть получаем 1 равняется чему? Сюда подставляем n равной 1 a плюс b плюс c плюс d Берем n равной 2 1 в квадрате плюс 2, а в квадрате это просто 5 Соответственно, сюда подставили двойку Получили 8a плюс 4b плюс 2c плюс d И на равной тройке добавили, соответственно, девятку Получили 14 Это будет, соответственно, 3 в кубе 27 В квадрате 9 Просто 3 и еще плюс d И берем четверку Соответственно, добавили квадрат четверки Это 16, получили 30 Здесь 64a плюс 16b плюс 4c плюс d Все, вот такая система Кажется, что сложная, но сложности никаких нет Если заметить, что вот у нас с вами Во всех уравнениях есть лагомеды А значит, здесь полезно вычитать Из одного уровня и другое И будем действовать так Отсорвать, отнимем первое Что получим? 4 равняется 7a плюс 3b плюс 7 Д пропало Дальше из третьего вычитаем второе Здесь будет 9 27 минус 8 это 19 9 минус 4 это 5 И, соответственно, 3 минус 2 это 1 И от 30 отнимая 14 получаем 16 64 минус 27 это 37 16 минус 9 это 7 И 4 минус 3 это, соответственно, 1 Все Все, то есть мы вышли из последнего уровня и предпоследнего Замечаем, что здесь, кстати, квадраты получились Одно переменное меньшинство Точно так же действуем Вычитаем из второго первого Получаем 5 равняется чему? 19 минус 7 это 12 5 минус 3 это 2 И c пропало Да, за счет чего c пропало Да, за счет чего c пропало Оно увеличилось на единичку Соответственно, когда мы вышли, мы получили Во всех равнях коэффициент единички Ну, теперь c пропадает По аналогии с d 16 минус 9 это 7 Да, здесь 37 минус 19 это 18 И 7 минус 5 это 2 И здесь замечаем Можно вычесть из второго первого И тогда получим 2 равняется просто 6a Откуда а сразу нашлось? Это 1 треть Ну, теперь, когда мы нашли а Просто идем в обратную сторону Находим b, c и d постепенно Давайте подставим, например, вот сюда 5 равняется чему? 12 делим на 3 Это 4 Плюс 2b Отсюда b равно 1 делим на 2 То есть 1 второй И возвращаемся, например, вот сюда Подставляем 4 равняется чему? 7 третьих Плюс b Равная 1 вторая Обнажаем на 3 Получаем 3 вторых И еще плюс c Сразу умножаем на 6 Чтобы не было знаменателей 24 равняется 7 и 2 14 3х3 9 Плюс 6c уже Так, это 23 А 24 отняли Получили 1 С равно 1 и 6 Ну и d осталось на 2 Вот на самом Хорошее уравнение 1 равняется 1 треть Плюс 1 вторая Плюс 1 шестая Плюс d Эти дроби Вся сумма Приводим к знаменателю 6 Получаем 2 плюс 3 плюс 1 6 шестых Эта единичка Вычли Получили d Равнули Все, значит, наша готовая формула есть Сумма k квадратов По k от единички до n Чему равна? a n куб То есть 1 треть n куб Плюс b n квадрат 1 вторая n квадрат Дальше c равно чему? 1 шестой Плюс 1 шестая n Конечно, если в эту формулу узнать То знайте, что нужно привести к общему знаменателю И здесь хорошая форма получается Красиво Ну давайте Придем к знаменателю 6 Что тогда получим? 2 n куб Плюс 3 n квадрат Плюс n Делено на 6 И вынесем за скобки n Получаем n А здесь 2 n квадрат Плюс 3 n Плюс 1 Делено на 6 И здесь мы с вами можем разложить на множник За счет того, что Тройка – это сумма единички и двойки Значит, при n, равной минус единице Мы получаем здесь корень Тогда получается, что это есть Так, 2 n плюс 1 Множить на n плюс 1 Делено на 6 Все То есть полезное упражнение мы с вами выполнили Эту сумму мы с вами нашли Осталось посчитать мат ожидания Итак, завершаем решение задачи Что нам стоит сделать? Просто подставить То, что мы с вами нашли Остается первая множник 1 на n n минус 1 Дальше у нас идет сумма квадратов Это что у нас с вами такое? n Множить на 2 n плюс 1 Множить на n плюс 1 Делено на 6 И минус сумма натуральных чисел Так, 1 плюс n Умножаем на n И делим на n И теперь аккуратно преобразуем Придем в скобках дроби К общему знателю 6 Тогда получим следующее 1 делить на n 1 минус 1 Здесь что будет? n 2 n плюс 1 n плюс 1 Минус 3 Здесь давайте поменяем порядок слагаемых 1 плюс n Заменим на n плюс 1 И, соответственно, делим на 6 И замечаем n и n плюс 1 Общие множины Выносим за скобку Получаем n и n плюс 1 За скобкой Скобка остается 2 n плюс 1 Отсюда А отсюда просто 3 Минус 3 И делим на n На n минус 1 И еще на 6 Сразу на n сокращаем Тогда получаем n плюс 1 Здесь 2n минус 2 И, знаете, остается n минус 1 И 6 Но это еще не ответ Здесь можно вынести двойку Общие множины А значит, на 2 потом сократим И на наше счастье Еще n минус 1 появляется Значит, на n минус 1 сокращаем На 2 сокращаем И уже получаем оконченный ответ n плюс 1 Мы делим на 3 Задача номер 6 Последовательность a n Такова, что все a n Принадлежат интервалу от 0 до 1 И, кроме того, выполняется такой неравенство Асинкс mn плюс 1 Меньше среднеартических Двух предыдущих членов последовательности Верно ли, что a n сходится? И потом требуется найти множество Всех возможных пределов Таких последовательностей Ну хорошо, есть ощущение, что a n сходится Надо это обосновать Тогда давайте посмотрим на разность Асинкс m плюс 1 и a n Посмотрим Если это разность стремится к нулю Значит, наши последовательности действительно сходящиеся Так, это по условию меньше Чем Среднеартическое двух предыдущих членов последовательности Минус a n А это, соответственно, что? Напрашивается поставить знак модуля И сказать, что это меньше, чем модуль вот такой разности А дальше здесь уже все легко и просто Здесь мы с вами приводим к общему изменателю Получаем a n плюс a n минус 1 минус 2 a n Пополам И это, соответственно, a Так, здесь n минус 1, да? С индексом n минус 1 минус a n Пополам под знаком модуля И поменяем просто под знаком модуля местами их И получим то, что нужно a n минус a n минус 1 Пополам Напрашивается ввести функцию f, скажем, от n Это a n плюс 1 минус a n И отсюда мы что получаем? Хорошем Модуль f от n Меньше Да, вот он, знак «меньше» Здесь двойку выносим за скобку Одна вторая А здесь у нас, в основном, снова разность Числитель, но индекс поменялся на единичку Да, соответственно, f Т минус 1 И мы получили сжимающее отображение К сожалению, все это неверно Почему? Да потому что из того, что x меньше y А у нас с ним было такое, не разное Никак не следует, что модуль x меньше модуль y Почему? Да просто потому, что может оказаться, что x отрицательный А x положительный Y положительный, да? То есть очень простой пример, скажем Минус 2 меньше, чем единичка Но из этого же не следует, что модуль минус 2 меньше модуль единички А вот, тем не менее, ощущение, что здесь что-то напоминающее Сжимающее отображение есть У которого есть определенная точка Есть Надо это просто аккуратно найти Вот давайте аккуратно найдем Итак, смотрим Посмотрим на это неравенство А с минус 1 Меньше, чем А с минус 1 То есть А с минус 1 Пополам Заменим это неравенство на такое Найдем максимум из этих двух чисел И, соответственно, меньшее заменим на этот максимум Тогда мы получаем, что это меньшее равно Максимум из чисел А n и А n в 1 Соответственно, мы берем дважды То есть одно число мы оставим без изменений А второе заменяем на этот максимум И делим на два И теперь, соответственно, двоих сокращаем Получаем в точности Максимум из чисел А n и А n в 1 Поскольку ионосами в данном случае не меньше двойки, то получаем следующее А третье меньше, чем максимум первых двух из А1 и А2 А четвертое меньше максимума А2 и А3 А5 меньше, чем максимум из А3 и А4 Так, но поскольку А3 меньше, чем А1 и А2, то есть максимальное значение А, соответственно, А4 меньше, чем максимум из А2 и А3 И А3, в свою очередь, меньше, чем максимум А1 и А2 То вот можно уже здесь выделять подпоследовательность очень хорошую Давайте вот так обозначим В первое, это что такое? Это будет, на самом деле, максимум из А1 и А2 В второе, это будет максимум из А3 и А4 Заметим сразу, что В2 строго меньше, чем В1 Да, вот мы с вами увидели, что А3 меньше, чем В1 А, соответственно, А4 меньше, чем максимум из А2 и А3 Да, но поскольку А3 меньше, чем В1 А А2, в принципе, может быть В1 То получается, что А4 меньше В1 и меньше, чем А3 Все нас устраивает Соответственно, дальше В3 это максимум из А5 и А6 И аналогично рассуждая, получаем, что В3 меньше, чем В2 Просто аккуратно сравнивая вот эти два часа с этими Все, что нужно, получим То есть мы эту подпоследовательность выделяем Она у нас с вами такова, что В1 больше В2 Больше В3 больше и так далее То есть это последствия монотонно убывающие Но поскольку она монотонно убывающая И ограничена снизу нулем То, соответственно, она сходящаяся ВН строго больше нуля Следовательно, есть предел И этот предел давайте обозначим буквой В В равняется пределу ВН В принципе, в месяцах снизу Чему этот предел равен, пока неизвестно Но это пока еще не предел наших последствий Это предел подпоследовательности Теперь нужно разобраться с оставшимися членами Нашей последовательности Соответственно, вводим еще одну последовательность С1 это будет минимум из А1 и А2 Максимум мы забрали, значит остался минимум С2 аналогично, минимум из А3 и А4 Ну и так далее Утверждать то, что последствия СН У нас с вами монотонные Ни в коем случае нельзя Но она не очень сильно уклоняется от последствий ВН Что значит не очень сильно? Давайте посмотрим на нашу прямую Вот у нас с вами есть точка В И по построению все ВН У нас с вами строго больше В Да? Хотя нет Есть у нас с вами последствия постоянные Может такое быть? Нет, не может быть Да, у нас с вами убывающие строго Все, значит здесь все ВН находятся вот здесь То есть ВН больше В Для любого ВН Хорошо И монотонные убывающие Предположим, что нашлось какое-то С с индексом Н или К Неважно Которое оказалось очень плохим То есть удаленное от В очень далеко Раскодруем ипсилонокрестность Точки В И предположим, что С попало куда-то вот сюда С с индексом К Что это означает? Но сюда оно точно попасть не может Потому что мы берем все-таки минимумы Да? А максимумы у нас все сходятся в В Значит, минимум По идее, где-то могли оказаться там далеко Где нам не нужно, чтобы они оказывались Но убедимся, что такого нет Итак, получается, что здесь у нас с вами Ипсилонокрестность Точки В И вот эта циката не принадлежит этой окрестности А значит циката меньше, чем В минус Ипсил Ну хорошо Тогда посмотрим на индекс Впоследовательности АН Пускай этот индекс будет равен какому-то числу В, скажем Циката это А с индексом П Причем не важно, чему это П равно Тогда посмотрим просто А с индексом П Плюс 1 По условию это меньше, чем А с индексом П Плюс А с индексом П минус 1 Пополам Вот это А с индексом П Меньше, чем В минус Ипсил А вот это входит в Ипсилонокрестность Да? Значит, это у нас с вами Как можно оценить? Меньше, чем В плюс Ипсилон Делим на 2 Ипсилоны сократились Получились точности В То есть А с индексом П плюс 1 тоже меньше В Но хорошо, посмотрим на следующий А с индексом П плюс 2 Также применяем то условие, которое было Первое слагаемое у нас меньше, чем В Второе слагаемое меньше, чем В плюс Ипсилон В минус Ипсилон пополам Получаем, что это в точности В минус Ипсилон пополам То есть мы нашли 3 подряд членов нашей последовательности Которые строго меньше В Но такого быть не может Потому что вот из этих двух Одно является максимумом Соответственно, оно должно быть больше В Противоречие? Значит, наше предположение, что цикаты Хотя бы одно найдется, которое не входит в Ипсилонокрестность точки В Неверное Значит, все цикаты, начиная с какого-то номера К Попадают в Ипсилонокрестность точки В А значит, наши последовательности действительно имеют пределом число В Поскольку мы с вами доказали, что последовательность АНН сходящаяся То осталось выяснить, к чему же может быть ее предел равен Все АНН принадлежат интервалу от нуля двинечки Значит, напрашивается ответ, что здесь интервал Но этот ответ не совсем верный Правильный будет полуинтервал То есть число В, которое мы обозначили пределом нашей последовательности АНН Принадлежит полуинтервалу от нуля двинницы Понятно, что единицы быть не может, а он равен, поскольку все АНН строго меньше единицы И последовательность мы выделили монотонно убывающую То есть к единице она точно может следить А вот к нулю, в принципе, может И начнем с этого самого простого случая Рассмотрим В равен 0 Тогда нам надо просто в явном виде предъявить хотя бы одну последовательность, которая сходится к этому нулю Возьмем АНН равно единичке на 2 степени Так, если Н равно 1, то мы получим 1 вторую Да, все хорошо, мы попадаем в наш промежуток Теперь посмотрим А с индексом Н плюс 1 Это что такое? Это есть единичка на 2 степени Н минус 1 И это должно быть меньше, чем 1 на 2 степени Н Плюс 1 на 2 степени Н минус 1 пополам Делим на двойку Получаем, что это есть 1 гель на 2 степени Н плюс 1 Плюс 1 гель на 2 степени Н Ну, конечно же, это верно, поскольку у нас, с вами, одно слагаемое в левой части А здесь два из которых первые в точности равны тому, что слева Все это верно Значит, проверили Действительно у нас, с вами, выполняется вот в условиях Но то, что АНН, у нас, с вами, монотонно убывает И сходится к нулю, сомнений нет Выясним Тогда возьмем теперь B, равное какому-то числу Давайте его назовем дельта И это дельта с промежутка интервала от 0 до 1 Покажем, где эта дельта находится 0, 1 и вот где-то здесь дельта Тогда между дельтой и единичкой есть какое-то расстояние епсилон Почему это епсилон легко вычисляется Это епсилон просто 1 минус дельта И это, что очень важно, положительное число А значит, наша идея сказать, что Что вот 0, который мы брали в первом случае Он как бы переместился в точку дельта А значит, мы должны брать посреди, например Которая монотонно убывающая и сходится к числу дельта Давайте возьмем такую посреди Скажем, что АНН, это есть дельта Плюс наша дробь 1,3 на 2 степени Тогда мы с вами доказали уже Что вот эта посреди сходящаяся И она сходится в точности к дельте При n стремящейся к бесконечности Поскольку первые слога у нее просто фиксированы А вторые бесконечно малые Ну и нужно проверить вот это свойство Что оно выполняется АНН плюс 1 Должно быть меньше, чем АНН плюс АНН минус 1 пополам Теперь давайте посмотрим, чем она отличается Вот от этого нераза Здесь мы добавили дельту Здесь мы добавили дельту к каждому из слогаемых числителей Их два Значит, две дельты Дельта на 2, получаем дельта То есть здесь мы получили дельта Плюс 1 на 2 в степени n плюс 1 А здесь, соответственно, получили Дельта Плюс 1 на 2 в степени n плюс 1 Плюс 1 на 2 в степени n Все действительно проверили Неравенство выполняется Значит, мы построили нужную нам последовательность И доказали, что пределом является число дельта принадлежащий интервал от 0 длиннички. И случай 0 мы тоже рассмотрели. Значит, мы обосновали вот это утверждение. Задача номер 7. Для двух квадратных матриц А и В, одного и того же размера N, обозначим через А звездочка В, матрицу определяющую следующим образом. Вот наша матрица, ее элементы определяются таким образом. А дальше для матрицы А определенный оператор. φ А такое, что матрица В переходит в новую матрицу, которую мы ранее определили. А теперь, соответственно, нужно ответить на такие вопросы. Может ли этот оператор иметь собственное значение 2 для какой-либо матрицы А? И какое наибольшее число различных собственных значений может иметь такой оператор при фиксированном N? Давайте попробуем разобраться с задачей. По моему мнению, это самая сложная задача во всем варианте. И, честно говоря, то решение, которое я вам сейчас предложу, я не уверен, что оно полностью правильно. Тогда хотя бы попробуем понять, а что здесь есть? Давайте начнем с не очень большого числа, с N равно 2. Что будет, если N равно 2? Тогда у нас есть две матрицы. Матрица А, ее элементы выпишем, и, соответственно, элементы матрицы В. Они какие-то неизвестны. Теперь давайте попробуем построить вот эту матрицу А звездочка В. Чему ее элементы равны? Так, если и нечетно, а мы с вами речь идем о первой строке, значит, мы должны взять произведение матриц А и В и, соответственно, взять элемент, который стоит в первой строке, в первом столбце. Это что такое? Первую строчку умножаем на первый столбец. А1,1 умножается на В1,1, плюс А1,2 умножается на В2,1. Дальше, в первой строчке во втором столбце мы умножаем первую строчку матрицы А на второй столбец матрицы В. А1,1 умножается на В1,2 и прибавляется А1,2 умножить на В2,2. Что касается второй строчки, здесь у нас и уже четная, значит, мы действуем по строчке иначе. Значит, просто переписываем элементы матрицы В. В2,1, В2,2. Все, вот такая матрица получилась. Заметим сразу, что все четные строчки вот этой новой матрицы будут совпадать с четными строчками матрицы В, а все нечетные будут иметь вот такой сложный вид. Ну и, конечно, мы хотим найти собственное значение оператора Фи, то есть мы хотим из матрицы В получить матрицу лямбда В. Лямбда – это и есть наше собственное значение. И вопрос первый. Может ли лямбда быть вообще равна двум? Давайте посмотрим. Что мы здесь получили, когда мы матрицу В размера 2 на 2 перевернем в такую матрицу. Вторая строчка не изменилась. Раз она не изменилась, значит, лямбда здесь должна быть равна единичке. Значит, при n равном двум, лямбда равна единичке – это единственное, что мы можем получить. Но на самом деле это n равное двум, верно также и для n равное трём и так далее. Лямбда равна единичке. Все, это единственная наша надежда. То есть никакой двойки здесь быть не может. Но есть ещё одно значение n, а именно n равна единичке. Это матрица размера 1 на 1. Это просто числа. Тогда матрица А – это просто есть число А. А матрица В – это число В. И тогда А звёздочка В. Поскольку здесь всего одна строка, один столбец, это просто произведение числа А и В. Это просто число АВ. Тогда вопрос, может ли при каком-то лямбда оказаться, что матрица В перешла в матрицу лямбда В? Да, 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 посмотрим. Вот это лямбда В, это по сути есть А умножить на В. А это значит, что мы можем взять А равный лямбда, и тогда мы получим здесь тождество. Замечательно. Нас спросили, может ли лямбда быть равно 2? Может, если А равно 2. Предъявляем. А равно 2. То есть матрица А – это просто число 2. Тогда, умножая матрицу А на любую матрицу В, мы получаем в точности матрицу 2В. То есть на самом деле число 2В. То есть число В действительно перешло в число 2В. А значит, теперь мы уже готовы ответить на оба вопроса. Если у нас с вами n равно 1, то собственное значение 2 может быть. А значит вопрос был такой. Может ли в принципе собственное значение равно 2 быть? Ответ может быть. Как раз в мире матрицы размера 1 на 1. Второй вопрос был. А сколько собственного значения может быть у этого оператора для произвольного n? Для n равно 1 здесь одно собственное значение. А для всех остальных n мы тоже нашли только одно собственное значение. Значит, ответ – одно. Задача номер 8. В волшебной стране Ля-Ляндии 100 городов, некоторые из которых соединены авиалиниями. Известно, что из каждого города выходят более 90 авиалиний. Докажите, что найдется 11 городов, попарно соединенных авиалиниями друг с другом. Так, более 90, вот это ключевое число, которое нам нужно знать. Итак, у нас есть 100 городов. Мы хотим предъявить 11, которые соединены между собой. Попарно. То есть из каждого города можно попасть в любой без пересадок. Первый город берем какой угодно. Назовем его просто А1. Любой город. Тогда у нас сразу образуются два множества. А именно множество B1 и множество C1. Множество B1 это те города, у которых есть связь с городом А1. Множество C1 это те города, у которых нет связи с городом А1. Поскольку выходит более 90 авиалиний, значит, мощность множества B1 у нас у меня не меньше 91. Соответственно, мощность множества C1 у нас какова? 91 до 1, 92, не более 8. Теперь из этого множества B1 забираем элемент А2 и тогда все хорошо. Города А1 и А2 связаны между собой. Тогда, соответственно, B2 это что такое? Это те города, которые связаны с городом А2. И B2 при этом у нас с вами входит в множество B1. Зачем? А затем, чтобы мы вот эти хорошие города сохраняли, из которых потом можно будет набирать новые. то есть B2 таковы, что у них есть давайте так, плюс с городом А2. Так, тогда давайте посмотрим, какова мощность этого множества B2. мы с вами забрали одну авиарию сюда, еще 90 в принципе могут быть и, соответственно, сколько городов? 9, да, мы можем выкинуть? 8, 8, да, поскольку 91 и сам город это 92, значит 8 еще можем выкинуть. Значит, C2 это то, что содержит в себе C1 и C2 таково, что у нас минус с городом А2. Соответственно, мощность множества C2 не больше 16. Значит, здесь 16, 17, 18, значит здесь 82. Далее, город А3 мы берем из множества B2. Любой. Поскольку у нас с вами были все города, которые соединены с городом А1, потом мы выкинули отсюда те, которые не соединены с городом А2, значит, остались только те, которые соединены и с А1, и с А2, значит А3 автоматически соединен со вторым и с первым городом. Хорошо, тогда, соответственно, B3 множество, оно входит в множество B2, которое, в свою очередь, входит в множество B1 и в множество B3 входят те, у которых есть связь с городом А3, А2. Так, А3, А3. Соответственно, C3 содержит в себе C2, это те города, у которых нет связи с городом А3. Сколько здесь городов могло добавиться? Поскольку у нас с вами две авиалинии мы забрали, максимум у нас с вами городов, с которыми связи нет, это 8. 8 мы можем добавить сюда, соответственно, получается, что мощность множества C3, то есть количество городов, не более 24. Соответственно, мощность множества B3 не меньше, чем сколько? Так, уменьшили на 8, и на 1, на 9, соответственно, получили 73. Ну, а теперь давайте смотреть, что получается. Мощность множества B с индексом К уменьшается на 9, да, каждый раз, а мощность множества C возрастает не более, чем на 8. Тогда давайте посмотрим, что будет после того, как мы заберем, например, 10 городов. Вот точно так же мы строим последствия городов и забрали А10. Тогда мощность множества минус 80, а это 10. Значит, мы можем забрать еще отсюда один город. А раз мы с вами смогли забрать еще один город, это и есть как раз А11, который входит в B10. Все, тем самым, 11 городов мы предъявили, задача решена. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова